Почти 4,5 часа сегодня Владимир Путин был на прямой связи с жителями страны. В московском гостином дворе президент отвечал на вопросы россиян в прямом эфире уже в 16-й раз. Особенности прямой линии 2018 в студии не было гостей. Вопросы и обращения выводились на экран. Еще одно новшество – конференц-связь с федеральными министрами и главами регионов страны во время прямого эфира. Отдельный сектор для волонтеров. Они были задействованы на всех этапах подготовки и проведения прямой линии с президентом. Прямая линия с Владимиром Путином накануне эфира собрала уже почти 2 миллиона обращений. Во время их число перевалило за 2,5 миллиона. В эфире удалось ответить на 70 с лишним вопросов. Один из первых был о росте цен на бензин. Проблема, по словам главы государства, возникла в результате неточного регулирования в сфере энергоресурсов, что привело к стимулированию вывоза за границу сырой нефти. Меры по этому вопросу уже приняты и еще будут дорабатываться. Вопросы здравоохранения, обеспечения жильем, образования постоянно появлялись на интерактивных экранах и звучали из видеообращений. По теме онкологических заболеваний Россия будет развивать возможности для своевременной диагностики рака. Показатель раннего выявления таких болезней должен составлять 70%, а не 30%, сказал Владимир Путин. Звучали вопросы о пенсионном возрасте, обманутых дольщиках, об ипотеке для многодетной семьи. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Зовут меня Верховский Дмитрий. У нас с женой трое детей. Кроме троих детей у нас еще есть ипотечный кредит по ставке 13%, который мы взяли несколько лет назад. Недавно мы узнали, что в соответствии с вашим поручением правительство приняло постановление за номером 1711. Вот она у меня распечатана, я специально его распечатал, которая дает право на снижение ипотечной ставки с 13%, вот как у нас сейчас, до 6%. Для нас было бы это просто замечательным подспорьем. Но когда мы обратились в банк, нам сказали, что мы, к сожалению, не попадаем под данную программу, потому что у нас уже есть трое детей, и в случае рождения четвертого ребенка нам льгота не положена. Потому что в пункте 9 данного постановления написано, что льгота положена только в случае рождения второго или третьего ребенка, а про четвертого, пятого, шестого ничего не написано. Это проблема многих семей многодетных. У меня вот у приятеля 10 детей, и он тоже, получается, не может рассчитывать на эту льготу. Уважаемый Владимир Владимирович, мы хотели бы к вам обратиться с просьбой как-то изменить этот пункт номер 9, чтобы он звучал следующим образом, что данная льгота по снижению ставки до 6% распространяется на граждан, у которых рождается второй и последующий ребенок, последующие дети. Тогда данной льготой смогут воспользоваться и многодетные семьи, так как я сейчас пользуюсь, семьи с двумя детьми и тремя. Огромное вам спасибо, мы на вас очень надеемся. Что я могу сказать? Вы правы. Это решение, о котором вы сейчас сказали, которое изложено в постановлении правительства, оно, я думаю, я сейчас разочарую, наверное, Министерство финансов, оно ошибочно, и его нужно поправить. Президент согласился и обратился к Министерству финансов. Президент заверил россиян, что все вопросы, которые остались за кадром, будут проанализированы и проработаны.